МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важно исполнить свой гражданский долг, подчеркивает заслуженный артист России. Сложное время нужно проходить с сильными людьми. И если доверять сильным людям, то сложные времена быстрее закончатся. Поэтому в этом нужно давать себе гражданскую отчет, ответственность и обязательно идти на избирательный участок. Спасибо. Доброе утро. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов на выборах губернатора Подмосковья проголосовал привычно на избирательном участке. А кто-то воспользовался альтернативными способами – на дому или онлайн. Такая возможность у избирателей Подмосковья тоже была. Футболист Дмитрий Егоров говорит, в этот раз повезло. Рабочий график позволил посетить участок. Но так бывает не всегда. Электронное голосование удобнее. Вот мне удобно, например, покоммуницировать с людьми, поэтому я приехал на велике, сейчас пойду тренироваться и в перерыве зашел, проголосовал. На выборах губернатора Водинцова работал штаб общественного наблюдения за выборами. Оттуда за ходом голосования следили наблюдатели от партий, кандидатов и общественных организаций. Его и еще несколько избирательных участков округа посетила делегация из Таиланда. За эти три дня, начиная с пятницы, мы получили замечательный опыт. Смогли посмотреть, как организованы российские выборы. Они полностью прозрачны, осуществляется максимально возможный общественный и партийный контроль. Существенных нарушений прав и свобод граждан за три дня голосования в Подмосковье не было, отметила председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе региона Марина Юденич. Предварительно явка по Московской области составила 60,53%. Это с учетом дистанционного электронного голосования. За действующего главу региона Андрея Воробьева свои голоса отдали более 83% избирателей.